Здравствуйте! Сегодня понедельник, 11 апреля, в эфире новости от Максимаркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам, драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. На азиатско-европейской сессии в пятницу евро-доллар консолидировался в узком боковом диапазоне с незначительным уклоном в сторону снижения. Курс евро оставался под давлением американского доллара, поддержку которому оказало ночное выступление председателя Федерального резерва США Джанет Йеллен. Она напомнила инвесторам о том, что повышение процентных ставок в текущем году по-прежнему входит в планы регулятора, а кроме того отметила большой прогресс, достигнутый экономикой после последнего кризиса, заявив при этом, что не видит признаков приближающейся рецессии в США. Ее поддержала президент регионального банка ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж. В своем выступлении она заявила, что откладывание повышения ставок создает риск образования пузырей. Оба этих выступления несколько прибавили оптимизма при унывшем был инвесторам, но помогли доллару весьма незначительно. От уровня открытия торгов 1,1376 курс пары коснулся дневного минимума на отметке 1,1348, а далее вновь возобновил рост. Драйвером подъема единой европейской валюты стали позитивные экономические данные из Германии, которые продемонстрировали рост профицита торгового баланса, причем главным образом за счет увеличения экспорта. На этом фоне спрос на евро усилился, и на исходе торгов в котировке валюты зафиксировали дневной максимум на отметке 1,1417, вблизи которого евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот пары на коррекционное снижение к целевым уровням 1,1352, 1,1300, 1,1277 и 1,1248. Подпишитесь на канал Макси Маркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. По данным Национального бюро статистики, объем производства обрабатывающей промышленности в Ликобритании в феврале резко снизился с 0,5% до минус 1,1%. При этом падение производства было отмечено почти во всех секторах экономики. Это убедило рынок в том, что экономика в Ликобритании в первом квартале 2016 года утратила обороты. Фунт на этом фоне, реагируя на негативную статистику, резко упал. И от азиатского максимума 1,4139 протестировал на снижении ценовой уровень 1,4050. Однако задержаться здесь валюте не пришлось. Оценка объемов ВВП в Великобритании за первый квартал текущего года была пересмотрена в сторону повышения с 2 до 0,3%, что помогло бы Кампафунту вернуть потерянные за день позиции и завершить торговую сессию на ценовом уровне 1,4117. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущего коррекционного отката вблизи уровня недельного разворота 1,4150, а затем возобновление нисходящего движения пары к целевым уровням 1,41, 1,4074, 1,4035 и 1,40. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. После того, как в последнее время Индия и Китай сократили импорт драгоценных металлов, китайский Центробанк также значительно снизил покупки золота. В марте он пополнил свои резервы всего лишь на 9 тонн, что является самым низким объемом покупок с июля прошлого года. Вместе с тем, до недавних пор слабость азиатского спроса на золото компенсировалась сильным притоком вкладов в специализированные биржевые фонды. Однако с середины марта активность инвесторов и здесь значительно ослабла. На этом фоне золото на азиатской сессии в пятницу продолжило коррекционное снижение, зафиксировав минимум на отметке 1229,41 доллара за унцию. Позднее на торгах в Европе быкам удалось восстановить позиции металла на общем ослаблении доллара по всему спектрум валютного рынка. В итоге торги по золоту на нью-йоркской бирже Комакс закрылись на уровне предыдущего дня – 1238,64 доллара за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню предыдущего локального максимума – 1243,00 доллара за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1247,00, 1251 и 1255 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1237,00 долларов за унцию. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1232,00, 1226 и 1219 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе на понедельник ожидаем завершение предыдущего роста металла вблизи значимого уровня сопротивления – 1250,00 долларов за унцию, а затем разворот стоимости золота на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек. Цены на серебро на торгах в пятницу продолжали следовать за ценовой динамикой золота. Стоимость металла после боковой торговли на азиатско-европейской сессии выросла на 17 центов и на американской сессии достигла уровня 15,00 долларов за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню 15,41 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъема к целевым уровням 15,52, 15,78 и 15,94 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота – 15,28 долларов за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее в направлении ценовых уровней 15,21, 15,05, 14,95 долларов за унцию и ниже. В нашем прогнозе по серебру также предполагаем завершение текущего подъема металла у верхней границы восходящего канала 15,45 долларов за унцию, а затем разворот стоимости серебра на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек. Обратите внимание, сегодня в 16.25 по Москве состоится выступление членов ФОМС Уильяма Дадли. Речь Дадли может повлиять на движение доллара США и увеличить возможность заработка. Аналитики CIBC и JP Morgan предполагают в своих долгосрочных прогнозах по паре евро-доллар нисходящий тренд. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.